Ребята, всем привет! Меня зовут Роман Шкудер и специально для компании Амаркетс сегодня будет сделан анализ рынка криптовалют. Технический анализ имею ввиду. Значит, у нас биткоин спровоцировал сильное снижение. Связано это с тем, что имеются некие проблемы с биржей FTX. Там еще вчера была подача многих запросов на вывод, но эти запросы не были удовлетворены. И у нас, кстати, вот продолжилось такое снижение, плюс токен FTT, его здесь нету, но, ребят, он упал вчера с 20 долларов там на 2,5 за один день, чтобы вы понимали. Значит, и биткоин у нас также, видите сами, какое сильное снижение. Я уже не помню, что биткоин так сильно падал. Здесь было падение, да, но вот здесь это просто сумасшествие происходило. Сегодня мы видим, что у нас цена пытается дальше идти вниз, но скажу по опыту, то, что такие уровни, как вот эта экстремальная точка разворота, которая находится в зоне там 17 800, 17 600, вот такими свечами не пробивается. Это было бы слишком легко. Поэтому, скорее всего, я бы рассматривал на отскок, где-то в зону 18 700 и вот там уже смотреть, что будет происходить. Или набор позиций вот здесь. Да, возможно, что цена пойдет дальше, но я думаю, это будет не сразу. Это было бы слишком легко и просто. Думаю, все-таки мы видим некое накопление и движение цены в разные стороны. И потом, возможно, цена пойдет дальше. Но если цена продолжит свое снижение, ребят, у нас там цели в зоне 12, там 10-12 тысяч долларов. Что по биткоин сейчас? Можем переключиться на часовой график. Значит, посмотрим, что у нас по биткоин сейчас происходит на часовом графике. Значит, смотрите, у нас здесь хвосты рисует. Думаю, что очень жесткая волатильность будет в последующие дни. Сегодня также. Поэтому нужно обязательно смотреть где-то точки. Если брать, то стоп за хвост или чтобы было некое накопление. Сейчас что тут происходит, не совсем понятно, ребят. Но, скорее всего, может быть, он пойдет там на отскок, отскок наверх после такого снижения. Но посмотрим, посмотрим. Я бы рассматривал в зоне 18700. Дальше уже рассматривать нужно в моменте, что будет происходить. Если не будет пробивать, можно шортить. Если будет пробивать, надо смотреть, где это будет на лонг. Открытие лонга, имею в виду. Так, по битку понятно. Значит, по аде. Ада сильнее рынка. Здесь вот был зеркальный уровень. Помните, мы с вами замечали 42,4. Вон он. Она стояла. Смотрите, прям четко подошли, постояли. И потом оттуда произошло снижение. Вот еще один уровень. Ну и также есть поддержка еще одна. Вот она находится вот здесь. 33,5. Ну вот от этого уровня можно пробовать брать. Или брать где-то вот отсюда со стопом. Ну то есть ловим сейчас только отскоки. То есть сейчас не надо брать там долгосроки и так далее. Только отскок зашли-вышли. Потому что если биток пойдет на 10000 или на 12, то ада пойдет на 20 копеек этот 100%. Поэтому внимательно. БНБ. Ребят, вчера вообще был по БНБ. Посмотрите, на 400 долларов почти движение. И вот сегодня такой мощный слив по БНБ. Вот сейчас вот тоже рассмотрим. Значит, часовой график. Часовой график рассмотрим, что у нас по часовику. Ну вот видите, очень сильно снизился. Да, где-то вот 287. Можно в моменте смотреть где-то на отскок. Или дальше уже на пробой от уровня. Сейчас волатильность сумасшедшая. Надо где-то вот если сильное падение, где-то ловить точки в моменте со стопом ниже low. Да, потому что просто волатильность просто бешеная. Смотри, как здесь ходил и какое движение он тут продемонстрировал. То есть это мы и шли там неделю, наверное, тут просто за два дня. Чтобы вы понимали, какие сейчас объемы на рынке. Вот нас уровень как раз в зоне 298. Вон он, кстати, протестировали. Если будет закрываться ниже, дальше, значит ждем тогда снижения до зоны 267. Плюс-минус там, да, вот эта зона накопления, которое было ранее. Ну и поэтому... Ну сейчас можно, конечно, ожидать, наверное, еще некого снижения на 15 процентов, 15-20 процентов. Дальше, думаю, будет отскок. И вот такой вот ложный, ребята. Это, конечно, не к хорошему. Вот эта вот ситуация. Потому что всех сняли, оно завалили полностью. Все вот это в этот рост. Это, конечно, не хорошая ситуация. Плюс тут уровень, видите, закрывались уже ниже этого уровня. И вот так оно смотрится сейчас. Так, давайте посмотрим дальше. Dash, кстати. Dash у нас тоже там вообще падал там до таких уровней, что вот смотрите, Dash у нас вообще тут... Ну по дневке он такой, видите, он здесь сейчас... Это, кстати, реальный график. Мне кажется, что он сейчас ниже находится или здесь сейчас цена. Что-то я не верю, что с 54 Dash находится. Мне кажется, что он снижался. Тут что-то, мне кажется, не то по Dash. Хотя нет, 54, цена. Ну, сейчас я посмотрю. Здесь, ребята, Dash. У меня сейчас цена ниже. Тут, скорее всего, он сейчас не торгуется. Потому что цена сейчас по Dash, он что-то, видите, завис. Здесь, значит, по Dash 36 долларов. Что-то он не торгуется. Dot, ребят, давайте посмотрим, что у нас по Dot. Вот, Dot, кстати, тоже. Обратите внимание, пока не пробивал нижнюю границу, да, вот начинает, начинает выкупать его. Сильнее рынка, вот 5,82. Вот эта зона. Если мы ее будем пробивать, вот 5,82, тогда можно смотреть на шорт. И от этой точки можно смотреть на отскоки. Посмотрите, как цена отсюда отскакивает. То есть, 5,82, вот ближайшая поддержка, которая будет очень иметь сильное значение для данной цены. Ну, и сопротивление, конечно. Хотя нет, сейчас тоже это поддержка. Вот тут тоже уровень есть. Хотя можно смотреть и отсюда где-то. Ну, тут, конечно, ребята, тяжело сейчас. Можно и вот этот взять, в принципе, на отскоки. И вот этот, в принципе, можно взять. Такая зона уровней. Я думаю, что все-таки мы отметим, наверное, вот так. 6,62. Это ближайшее сопротивление. И вот с нижних точек можно попробовать посмотреть на отскок пока что. Дальше будем смотреть, что будет происходить. Лайткоин был сильнее рынка. Посмотрите, что сделали просто. Вначале вынесли с 50 на 72 и потом 72 на 55. Тоже рассматривал бы его, ребята, на отскок. Можно где-то смотреть вот зоны 54 доллара. Вот 54,20. Вот отсюда стоп сюда. Вот 53,8 вставить. Если туда цена придет. Если туда цена придет. Потому что пока что у нас мы видим, что цена находится достаточно высоко от этой точки. Ну, хотя волатильность большая. Можно пробовать брать вот с зоны 54. И вот стоп там за 53. Вот сюда можно ставить, в принципе, вот сюда. 53,8. Ну или вот сюда можно 53,3. Но это далековато будет. Можно маленький стоп и сразу же словить какое-то движение. Пока короткие сделки. Потому что непонятно, что будет происходить. Нужно дождаться какого-то развития событий. Так, EOS у нас что тут происходит? Тоже слили, ребят. Смотрите, добили до 83 копейки, который был ранее. Вот 1,2 у нас был уровень. Видите, смотрите, дошли. И сразу отсюда резкий слив произошел EOS. По 84-83 копейки. Можно рассмотреть как точку. Но пока туда далеко. EOS выглядел сильнее рынка. Но тут тоже, ребят, смотрите. Пробили уровень вот этот вот 1280. И вот дальше нас ожидает, наверное, снижение. Если ничего не произойдет, до 1000. То есть 900-1000 долларов следующая зона. Сейчас тут тоже, ребят, смотрите. Можно брать от сопротивления вот этого шорт 1270. Если где-то будет там точка входа, можно попробовать зайти в шорт. Потому что пока он смотрится больше шортово. Он был сильнее рынка, поэтому есть вариант того, что... Ну, после отката, да, вот 1270 можно рассмотреть на открытие шорта. Если туда дойдут еще раз цена. Хвосты, конечно, сумасшедшие. Просто жесть. Вот S&P, обратите внимание, S&P сейчас нормально себя чувствует. Ничего тут плохого не происходит. Но пока что. Пока что он стоит все в консолидации. А крипту слили просто против рынка. Против американцев. Хотя у нас корреляция была очень прямая с S&P. Видите, корреляция ушла. Солана, ребят, тут вообще жесть. Солану я, кстати, сегодня брал, был на отскок. Она была на фьючерсах вообще там по 14 долларов. По 14 долларов, значит, разница там была сумасшедшая в 20%. Но все-таки по 14 там с половиной вышла средняя цена. И я на отскоке. Ну, там на фьючерсах, конечно, по 18 закрыл. То есть нормально получилось словить. Тоже, ребят, кто хочет, можете рассматривать. Где-то от зоны 16.8, 16.7. На отскок пока что. Сильно упали. Смотрите, минус 50% там за 4 дня. То есть это сильная монета с большей капитализацией. И на отскок ее можно, в принципе, посмотреть. На отскок всего лишь. Но если цена будет тут удерживаться. Если будет пробивать, значит, ее нам дальше. Там, ребят, дальше цели в среднем где-то 12-15 долларов. Если не сможет цена выйти обратно 26. Вот у нас 26.5. Пока что, видите, пробили пробой с закреплением, с продолжением. Действительно настоящий пробой. Но, видите, такое вот, такое вот сильное падение. Это, конечно, хорошо для набора позиций с большими игроками. То есть это реально хорошее движение для набора позиций. То есть такая цена. Раньше цена была, смотрите, 250. И сейчас это стоит 18. Но это больше 90%. То есть 90 там где-то 3% снижения. Такой сильный монет. Поэтому тоже надо внимательно. Потому что могут очень легко это все выкупить, ребят. Очень легко. И быстро. Что самое главное. Поэтому Солану смотрим где-то slow. Да. Slow смотрим ее. Который у нас был вот здесь вот. Смотрим slow его. Там сезона 17 долларов. Чисто на отскок. Я думаю, что все-таки здесь мы должны остановиться. Очень сильное резкое падение. Без откатов. Если ничего там не будет происходить. Она тоже просто связана там частично с FTX. Поэтому такое вот снижение и по ссыланию мы увидели. Вот видите. Вот например трон. Мы меньше тут снижение видим. Смотрите по трону. Но тут еще дал хвост такой мощный. До уровня вот 0.64.3. Обратите внимание как дальше сливают. Цель 0.53. 0.53. Ну возможно еще вот здесь где-то будут держать. Там 0.57. Ну хотя видите он такой вообще никуда не ходит. Смотрите. В рейндж стоит уже там с января месяца. То есть вообще не туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Но это монсерная монета сильнее рынка. То есть она не так сильно упала как все остальное. Lumen XLM. Так. Значит что у нас по Lumen. Пробили уровень ну там 0.1. В целом как бы если взять. То есть 10 центов пробивают. И значит тогда ребятки мы уходим где-то на размер вот этого рейнджа. То есть где-то, где-то цель 0.07. Будет плюс-минус. 0.07. По Lumen. Но если не выкупит обратно выше 0.01. В целом как бы взять. То тогда я думаю что он дальше будет валиться. Потому что пока его тут ничего не держит. Посмотрите просто. Ну если можно брать это на отскоки. Тут по 0.09. Но пока ребята конечно это печально все выглядит. Ripple кстати. Смотрелся вообще сильнее рынка. Взяли Ripple. Убили. Посмотрите как классно тут стоял. Вот здесь. Мы с вами отмечали уровень 0.0. 0.42. Посмотрите. Пробой с закреплением. Дальше вот здесь есть уровень. 0.38. Сейчас его пытаются пилить. Ну хотя волатильность бешеная ребят. Могут пробивать все что угодно. Ну критический уровень 0.3. Если 0.3 пробивают. Тогда ему будет как говорится хана. Но я думаю туда еще далеко. Далеко не так просто туда дойти. И я думаю что могут конечно и не так быстро туда добить. Хотя видите тоже. Вон был хвост. Но обычно мы идем тестировать этот хвост. Когда такое происходит обычно цена сюда будет. Где-то 0.33 можно рассматривать будет где-то long. Тут пока можно и смотреть на шорт. То есть вот где-то с откатов. Вот с этих зон. В моменте конечно со стопом обязательно ребят. Тут без стопа сейчас работать нельзя. И пока набирать долгосрок. Ну такое себе. Удовольствие. Я бы смотрел где-то хотя бы 0.31. Если долгосрок брать. Ну и тезис у нас остался. Что у нас там по тезису. Я вроде сегодня тоже смотрел. Ну тоже смотрите кстати ребят. Пробили уровень. Пробили этот low. Дальше устремляется. Если не выкупает выше 1.19. Значит идем дальше. Что у нас там дальше по графику. Тут все уже пробивается. Ну вот будем смотреть как будет закрываться неделя. Если неделю выкупят значит хорошо. Если нет значит идем дальше. Идем дальше на снижение с продолжением. То есть ну тоже много прошли с 1.48 ребят. Смотрите до 1.10. Это там минус 30 процентов. Просто там за 4 дня улетели. Ну такое. Такое себе. Так 40 опек. Да минус 30 процентов почти вот прошли здесь. Ну посмотрим как будет здесь. Также можно рассматривать если что long. Стоп за low. Или на откате short брать. Где-то когда он откатится. Постоит. В какой-то зоне. Допустим там может 1.19 или 1.17. Тогда оттуда можно брать short. Или с этих зон. Стоп за low. На long. На отскок пока что. Ну видите биток. Пока ребята. Я думаю все-таки что будет борьба за вот этот уровень. Потому что его так легко с первого раза пройти не было. Экстремальная точка. Low там сколько у нас там. Двугодичный наверное low. Это приблизительно. В последний раз эта цена была вроде на ковиде еще. Ну вот смотрите. Да. В двадцатом году. Ну после ковида. То есть это можно сказать двугодичный low. Плюс с этой зоны видите. Мы видели очень сильный рост. Плюс у нас эта зона выступается поддержкой. Вот. Историческим хаем который был ранее. То есть я думаю что тут будут держать очень сильно. Плюс цена здесь 4 месяца стояла. Не так просто будет этот уровень пройти. С первого раза так. Ну возможно все конечно. Но я думаю что тут борьба еще будет. За этот уровень. Поэтому биток смотрим внимательно. То есть нам важно удержаться выше там 17.700. Вот этот уровень. 17.700. Вот он здесь. Если цена все таки сумеет закрепиться выше там. Ну и важно еще выходить наверное выше 18.700. То есть порядка 5 процентов 6 процентов наверх. И так закрывать неделю. Если неделя закроется там в зоне там 18.800. 18.900. Будет хорошо. Если нет тогда можем уходить ниже. То есть внимательно с этим всем. Ребятки. И обязательно ставьте стопы сейчас. С плечами тоже аккуратно. Потому что очень огромная волатильность. Плечи могут тут убивать. Я сейчас там торгую с очень даже маленьким риском. Но плечо у меня есть значение. У меня есть риск на сделку. То есть например там риск на сделку там 1000 долларов. Да. И я вот торгую с таким риском. Не важно какое плечо. Но не забывайте что могут быть сквизы. То есть именно хвосты. Проскальзывание. Это все может быть. У меня сегодня вот на бинансе там тоже на фьючерсах была сделка. И не сработал был стоп. То есть что-то отменился. Ну просто там цена прошла и стоп не сработал. Такое тоже бывает. Поэтому нужно катарировать. Я рекомендую вам также Vomarkets. Здесь вот понятный терминал. Хорошее исполнение всех заявок в MetaTrader. Потому что у нас там в бирже других там есть новые платформы. Они там может быть миллионы человек. И оно может глючить. Поэтому здесь в целом старый терминал. Хорошо работает. Поэтому рекомендация. Если кому интересно открывайте счет. Можно крипту торговать там и фьючерсы и форекс. Кому интересно по ссылке ниже. Открывайте счет. Все нормально. Вывод вот. Поэтому ребятки всем хорошего дня. Отличное настроение. Не забывайте о рисках. Увидимся в следующей неделе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok